На ценнике стоимость товара одна, а в чеке другая. С такой ситуацией сталкивался едва ли не каждый при походе в магазин. Я сама лично столкнулась с такой ситуацией, когда в пятерочке приобретала конфеты, цена была указана со скидкой одна, без скидки другая, а продали мне вообще по третьей цене, совершенно нигде не указанной, не фигурирующей. После очередного такого случая народные контролеры решили провести проверку соответствия цен. Особое внимание на акционные товары. Мы проверили сегодня, действительно ли акции действуют, или это маркетинговый ход. В большинстве случаев все верно, цена соответствует ценнику. И мы проверили маркировку на специальном устройстве и на кассе получили тот же результат. Но, тем не менее, замечания есть. Их обещали в ближайшее время исправить. Проблемы возникли с тремя товарами. Ценники на шоколад, печенье и дрожжи оказались оформлены неправильно. Не было указано, что скидка предоставляется по карте магазина. Вообще общественники часто посещают как раз таки сетевые магазины, потому что объем достаточно большой, цены постоянно меняются. Поэтому тут можно даже с некоторым пониманием, с одной стороны, отнестись к тому, что не всегда все успевают продавцы, товароведы и руководители. Но, тем не менее, правила торговли существуют для всех. И цена на ценники должна соответствовать той цене, которую человек в итоге платит на кассе. Если цифры на ценники и в кассовом чеке не совпадают, это нарушение закона о защите прав потребителей. В этом случае потребителю необходимо обратиться в Роспотребнадзор с соответствующим заявлением. Также он может обратиться в отдел организации потребительского рынка, администрации города. Мы ему поможем ставить заявление, ну или напрямую обратиться в Роспотребнадзор. И уже будут приняты соответствующие меры в соответствии с полномочиям данного органа. Потребителям советуют быть внимательнее, особенно при приобретении товаров по акции. В спорных ситуациях помните, конечной стоимостью товара считается сумма, указанная на ценнике. Елена Шестакова, Данила Индюков, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова